Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами Архиз и Красная Поляна Оно было дано по итогам заседания Президиума Госсовета по развитию туризма Как сообщил вице-премьер России, уже разработан и находится на согласовании проект дорожной карты Создание транспортного сообщения между курортами По словам Чернышенко, у Карачаева, Черкесии большой туристический потенциал И для его развития необходимо использовать все возможности национального проекта туризм и индустрия гостеприимства В регионе за счет федеральных грантов уже поддержано 73 проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения и обустройству пляжей Но для туристов необходимо создавать также комфортные гостиницы и санатории В связи с чем заместитель председателя правительства России поручил активнее вовлекать в работу бизнес Использовать инструменты корпорации «Кавказ-РФ» и «Туризм-РФ» по строительству обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам Широкополосным доступом к сети интернет обеспечены 95% всех населенных пунктов региона, в том числе и в труднодоступной горной местности Уверенно приближаемся к достижению стопроцентного показателя, сообщил на встрече с Дмитрием Чернышенко Рашид Темрезов Он также обратился к вице-примеру с просьбой оказать поддержку в развитии мобильной сети на курортных зонах Карачаев-Черкесии В частности, обсуждена возможность установки пяти станций для охвата сотовой связью тех участков, где сегодня наблюдаются перебои, в том числе на Софийской поляне, Пхее, Дуке и на участке дороги от Нижней Ермоловки до Архыза В парламенте Карачаев-Черкесии прошли публичные слушания по проекту оригинального закона о республиканском бюджете на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов Участники мероприятий изложили свои замечания и предложения Так, парламентарий Адам Гачаев предложил увеличить бюджетное ассигнование на лекарственное обеспечение системы здравоохранения и отдельных категорий граждан, а Сафарбир Кенов на организацию отдыха и оздоровления детей Прокуратура Карачаев-Черкесии вышла с рекомендацией увеличить средства на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений Предложения также поступили от жителей республики, общественных организаций и объединений Карачаев-Черкесия по поручению главы республики Рашида Тимрезова установила ряд дополнительных мер оригинальной поддержки для семей военнослужащих, участников специальной военной операции Принятый ранее перечень мер расширен по указу Рашида Тимрезова и охватывает как членов семей мобилизованных, так и семей военнослужащих Вооруженных сил России, выполняющих задачи с начала спецоперации Подробности у заместителя министра труда и социального развития Республики Мадины Шаевой В соответствии с указом главы Карачаева Черкесской Республики, мобилизованным гражданам, контрактникам, добровольцам, военнослужащим войск Национальной гвардии Российской Федерации Которые заключили впервые контракт с 21 сентября, установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей Также указом установлены выплаты в случае ранения, в зависимости от тяжести ранения от 100 до 300 тысяч рублей И в случае гибели, к сожалению, такие случаи тоже есть в размере 1 миллиона рублей И хочется отметить, что это дополнительные меры социальной поддержки за счет регионального бюджета К установленным мерам поддержки уже на федеральном уровне Принят ряд дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих Эти меры социальной поддержки будут оказывать органы исполнительной власти, каждый в своей компетенции И приняты меры поддержки и семей, и детей И очень много дополнительных мер, но в части, касающиеся министерства Конечно, мы сейчас в первоочередном порядке принимаем на социальное обслуживание граждан, нуждающихся в социальном обслуживании И очень важно отметить, что в соответствии с поручением главы республики За каждой семьей мобилизованного закрепили социального работника Социальный работник оказывает необходимые социальные услуги и находится на постоянной связи с семьей В общественной палате Карачао-Чекесис остался круглый стол Соцветия народов и религии, Россия в условиях новых вызовов, участники которого обсудили вопросы этноконфессиональной безопасности в современном мире А также возможные риски и перспективы в этом направлении Правительство страны утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на следующий год Целевыми в будущем году станут большинство бюджетных мест на медицинские специальности Лечебное дело 75%, педиатрия 76%, 100% мест по дефицитным специальностям ординатуры 70% целевых мест выделены для будущих специалистов в сферах самолета и вертолетостроения Эксплуатации железных дорог, системы обеспечения движения поездов Вместе с тем по специальностям строительства железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Проектирование авиационных и ракетных двигателей Радиоэлектронные системы и комплексы и другие 60% мест по всем специальностям в аспирантуре 33% мест Такие абитуриенты обучаются бесплатно за счет будущего работодателя У которого после получения диплома должны отработать не менее трех лет На улице Первомайская и Черкеска включили новую иллюминацию Теперь одно из любимых мест отдыха жителей и гостей республиканской столицы Украшает звездное небо Протяженность новой световой конструкции увеличена до улицы Ворошилова Ранее на Первомайском мини-Арбате была установлена подсветка на 52 деревьях И 12 знаках зодиака Как на сегодняшний день реализуются мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда О временных мерах поддержки безработных, о трудоустройстве граждан в условиях пандемии Расскажет директор управления Центра занятости населения по Адыгихабльскому району Дина Джамбекова На сегодняшний день в Центре занятости по Адыгихабльскому району зарегистрировано 120 человек Эта цифра вообще в течение года колеблется То увеличивается, то понижается Естественно, во время пандемии, во время коронавирусной инфекции, во время распространения Эта цифра была больше, но в данный момент сейчас она уменьшилась В целях дополнительных мер поддержки работодателей и граждан предусмотрено финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда При организации общественных работ, при участии граждан, зарегистрированных в целях подходящей работы в Центрах занятости И которых Центр занятости направляет на эти общественные работы При этом хочу отметить, что в период участия в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице Период занятости в общественных работах не может быть больше трех месяцев То есть от одного месяца до трех месяцев С 22 по 25 ноября в Черкесске пройдет бизнес-интенсив, в котором примут участие студенты вузов и СУЗов региона Заинтересованные в открытии своего дела в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя Грантовый проект «Молодой предприниматель» направлен на развитие молодежного предпринимательства В Армавире состоялась Всероссийская научно-практическая конференция по археологии, локальной истории и музееведению Юга России Организаторами конференции выступили отделы культуры администрации муниципального образования Армавира и Армавирский краеведческий музей В мероприятии приняли участие ученые из Москвы, Сочи, Ростова-на-Дону, Краснодара, Армавира, Ставрополя, Курганинска, Белореченска, Тихорецка, станиц Краснодарского края Информацию комментирует секретарь комиссии по канонизации святых Пятигорской епархии Ирей Александр Гурин По благословению архиепископа Пятигорского черкесского феофилакта мне это велось тоже выступить на этой конференции С темой положения православного и обновленческого духовенства на территории Кабардино-Балкарии в 1920-30 годы XX века Впечатление только положительное По результату конференции вышел научный сборник В нем размещены все статьи ученых Присутствие на мероприятии лично для меня позволило узнать очень много важного, полезного и интересного Касающегося, например, отделу музееведения Так как в Черкесске у нас расположен при Никольском соборе музей, посвященный истории церкви и казачества То удалось много узнать, познакомиться с учеными, пригласить их на наши баталпашинские чтения Задать свои вопросы Вот такое знакомство помогает в дальнейшем развивать историю родного края Семикратный рекордсмен по силовому экстриму и первый заместитель председателя спортивного движения «Сильная Россия» Марат Узденов Стал обладателем Всероссийской телевизионно-общественной премии «Герой нашего времени» Вот уже много лет через этот проект телеканал «Вся Уфа» рассказывает о людях, которые бескорыстно совершают добрые дела и героические поступки Житель нашей республики был отмечен данной наградой за оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса Они собирали со всех регионов репортажи И у нас репортажи отправились в телеканал «Архаз-24» Они про меня снимали после Донбасса Целый фильм, час 17 фильм идет Наши люди называются И вот «Архаз-24» отправил репортаж И вот этот репортаж победил в Всероссийском конкурсе Номинации «Доброе дело» Там было всего 7 номинаций И вот первая номинация, это было «Доброе дело» И я стал победителем в этой номинации Более 150 человек я вот с начала спецоперации вывез и доставил на территорию России И собак тоже много вывез Они все собаками хотят уехать Без собак никто не уезжает Поэтому и животных вывозил, и людей вывозил Вот последний раз я был Это у меня 17-й груз был Гуманитарный я завез в Бердянск и в Донецк В селе Джага Малакарачаевского района появится новая мечеть Которая возводится на месте старой Здание, которое было признано аварийным В разные годы в этом здании размещались гидроэлектростанции Производственный цех и пост ГАИ Тему продолжит заместитель муфти Духовного управления мусульман Карачаевский Кеси Мухаммад Хаджи Иркенов Были плиты перекрытия Они прям держались где-то сантиметра на два Стены начали расходиться Поэтому мы пропустили швеллер снизу Чтобы она не раздавила людей Мы поговорили, обговорили, собрали село Говорим, это аварийное состояние Здесь уже молиться нельзя, опасно Поэтому мы должны строить новые мечети Завершилась регистрация на шестой сезон Всероссийской Олимпиады студентов «Я профессионал» Одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» За 48 дней студенты подали около 670 тысяч заявок на участие в состязаниях Из них 84 регистрации поступило от учащихся Карачаев-Черкеси Студенты могли подать заявку на одно или сразу несколько из 73 направлений Которые охватывают широкий круг профессиональных областей И включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины От дизайна до искусственного интеллекта Впереди участников Олимпиады ждет отборочный онлайн-этап, который пройдет с 18 ноября по 4 декабря О его итогах станет известно в конце декабря Заключительный этап Олимпиады состоится с февраля по апрель следующего года А итоги состязаний будут подведены в мае Дипломанты и апрофии получат призы, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов И возможность пройти стажировку в крупной профильной компании Золотые, серебряные и бронзовые медалисты Олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей Карачаево-Черкесия присоединилась к всероссийскому флэш-мобу телебашен Зеленая подсветка включилась в поддержку акции «Сохраним лес» В воскресный вечер видовые башни в 28 российских городах окрасились в зеленый цвет Символизируя поддержку темы восстановления лесов в нашей стране Самая масштабная акция «Сохраним лес» в этот день достигла цели года по высадке 70 миллионов деревьев В республике новой экологической подсветкой окрасилась башня российской телевизионной и радиовещательной сети Которая располагается вдоль федеральной трассы на подъезде к Черекесску со стороны Пятигорска В среднеобщеобразовательной школе аула «Адель Халк» и Аграрно-технологическом колледже Ногайского района Прошли две встречи с учащимися в рамках реализации республиканского проекта «Диалог о важном» Он посвящен укреплению общероссийской гражданской идентичности И единства многонационального народа России Гармонизации межнациональных отношений и патриотическому воспитанию молодежи Всего в проекте примут участие более 1 тысячи старшеклассников и студентов Карачао-Черкесии Спикерами выступят эксперты из высших учебных заведений Деятели культуры и искусств Представители правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций страны Мероприятия будут проходить на базе школ колледжей, дворцов культуры в Черкесске, Карачаевске, аулах и поселках районовой республики Всего запланировано 20 встреч Они пройдут с 17 ноября по 10 декабря текущего года На базе молодежного спортивного клуба военно-патриотической направленности «Калибри» Проводятся бесплатные курсы для добровольцев, готовых отправиться в зону проведения специальной военной операции Здесь они могут пройти азы начальной военной подготовки, обучиться тактике ведения боевых действий и военной медицине Рассказывает руководитель спортклуба Марк Кириенко На сегодняшний день у нас два курса Однодневный курс – это просто медицина, так называемая тактическая медицина Показание самопомощи и помощи пострадавшему И сейчас мы организовали еще трехдневный То есть это более углубленный курс Предназначенный на то, что люди не только прослушали лекцию, что как А именно попробовали на себе Нам всегда говорят, что процент выживания вашего максимальной ситуации равен проценту ваших навыков Завершился оригинальный этап всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022», который проводится второй раз Его цель – выявление и тиражирование наиболее успешных практик организации питания детей и мастерства школьных поваров Победителем стала команда среднеобщеобразовательной школы Аула Хабес В этом году федеральный тур пройдет в Уфе В него вышли 400 участников из 75 регионов страны В рамках федерального тура финалисты пройдут индивидуальный конкурс школьных поваров «Кулинарный баттл» Блиц-турнир «Три вопроса от родителей» Квест-практикум «Безопасный пищеблок» И примут участие в выставке тематических столов «Школьное питание 3.0» Помимо блока «Практики» для конкурсантов будет организована научно-практическая конференция «Школьная столовая как эко-система здорового питания обучающихся» На которой обсудят вопросы совершенствования школьного меню Цифровизации системы контроля за школьным питанием Формирование правильного пищевого поведения у детей Питание детей, страдающих заболеваниями, связанными с ограничениями в питании Преподаватели младших классов, медсестра, инженер по эксплуатации зданий Технолог моды, продавец, кондитер и еще около трех десятков специальностей В Карачаево-Черкесии более полутора тысяч школьников прошли свои первые профессиональные пробы В течение месяца на базе училищ и колледжей региона Ребята знакомились с практической стороной интересных для них профессий Всероссийский проект по ранней профориентации школьников «Билет в будущее» Проводится в рамках нацпроекта образования с 2018 года И с каждым годом число его участников увеличивается В этом году площадками для проведения образовательного проекта в Карачаево-Черкесии Стали 12 организаций среднего профессионального образования Задача проекта – охватить максимальное число школьников Помочь им выбрать направление профессионального и карьерного роста И начать развивать навыки, наиболее важные в будущей профессии Ну и последняя информация По итогам всероссийских соревнований по вольной борьбе Среди юниоров до 21 года на призы заслуженного мастера спорта Олимпийского чемпиона Мурада Умаханова В Дагестане спортсмен из Карачаев-Черкесии Амаль Джандубаев Завоевал бронзовую медаль весовой категории до 61 килограмма Наш спортсмен провел 6 схваток и одержал 5 досрочных побед Отметим, Амаль является победителем юношеского первенства Европы прошлого года И отлично дебютирует в категории юниоры Таковы некоторые события республики Информационный выпуск провела Рита Нирова На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке Тайна пирата Вы слушали Радио России Карачаево-Черкесия До новых встреч!